Я военнослужащий Российской Федерации. Служу в 7-м отдельном моцелковом полку в военной части 06-414 города Калибрад по должности Гранта Меча. 16 февраля я подписал контракт. 26 числа нас отправляют в командировку. 2 марта мы заходим на территорию Украины, Русских Тишек, Харьковской области. Через пару недель нас перекидывают в Чугуевский район Харьковской области на станцию Гракова. За весь период нахождения территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя, в том числе и командир дивизии, полковник Скворцов. Что и показалось 7 сентября при мощном контрнаступлении вооруженных сил Украины, что командование сбежало. Мы же, не растерявшись, собрали колонну и выдвинули сторону Шевченкова. Но нас перехватили и колонну сожгли. Я сдался в плен. Кто не сдался в плен, они погибли. Из-за этого я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. Здесь о вас позаботятся и накормят. А также матерям и отцам своих сыновей не допускать их контракт, чтобы они не шли на свои жертвы. Этого не стоит. Это не наша война. Когда еще в военкомате я катался, то, что меня действительно не будет, но все равно они отправляют. То есть вы хотите сказать, что они отправляют, власти, так называемого мира, отправляют всех публикей без исключения? Для сопротивления на состояние здоровья и так далее? Да. Вы знаете какие-либо еще факты? В одном из домов многоквартирных сделали утечку газа. Многие женщины и детей сначала отдельно, а мужчин забирали в автобусы. Что бы вы хотели сказать своим землякам, так называемым, как у вас в народной республике? Я вас прошу, уважаемые земляки, вы боярщитесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну.